МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Готовы поддержать масштабные проекты, о чем договорились аграрии Чуваши с Минсельхозом России. Все предложения услышаны, что обсуждали депутаты и педагоги. Завод как туристический объект, за счет чего расширяется география живых уроков. Накануне Чувашию посетила делегация Минсельхоза России во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым. Гости побывали в некоторых сельхозорганизациях, провели ряд встреч и консультаций. Итогом стало большое совещание с участием руководства Республики и отрасли представителей Агропрома. Какие вопросы обсуждались и какие направления развития актуальны? Смотрите в нашем материале. Государственная программа по развитию сельского хозяйства в Республике реализуется полным ходом. Внедряются современные технологии, модернизируется производство, создаются рабочие места, снижаются административные барьеры. В Республике развиваются системы сельскохозяйственной кооперации. К чести вашего региона и пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поблагодарить Михаила Васильевича и команду, включая законодателей вашего региона, за системную поддержку потребительской кооперации, которая не везде в регионах выжила, особенно сохранила свою заготовительную деятельность. То, что сегодня у вас сохранено партнерство для личных подсобных хозяйств – это хороший показатель. Наверняка там есть серьезные достижения. В этом году урожайность сельскохозяйственных культур по Республике выше, чем в прошлых. Наблюдается рост производства по многим показателям. Повысилась эффективность работы предприятий. Многое сделано для сокращения потребительской цепочки от поля до прилавка. И касаясь уже потребителя, через ярмарки выходного дня максимально, как бы сказать, вычищая посредников, сегодня ценовый фактор по сравнению с другими регионами у нас он такой благоприятный. Мы над этими вопросами работали и будем работать. Наша задача – защищать, прежде всего, интересы производителя и интересы покупателя. Одно из самых перспективных направлений местного агропрома – хмелеводство. Чувашия должна стать одним из ведущих регионов в этом направлении. В республике сохранились все наработки в этой области. Федеральные власти готовы оказать существенную господдержку, отметил первый замминистра Джамбулат Хатулов. На свещении обсудили уже конкретные проекты. Что надо, чтобы в два раза увеличили свои объемы? Строить надо новые плантации. Технология сейчас чуть-чуть по-другому. Плантации надо перестроить, это капитальные вложения. Потом всю технику, гамму техники по уборке хмеля надо привезти с Чехии, скорее всего. У меня к вам большая просьба. Чисто считайте себя пилотным проектом. Через 10 дней ждем вас в Министерстве сельского хозяйства со своим бизнес-планом по наращиванию объемов. Еще одно перспективное направление – глубокая переработка картофеля. И здесь у республики тоже хорошие возможности. Может, вторая или третья столица Российской Федерации по картофелю. Вас Брянск обгоняет, поэтому вы должны стремиться все-таки работать, соревноваться. В числе задач, стоящих перед аграриями страны, а значит Чувашии, были названы увеличение производства молока и дальнейшее развитие тепличного хозяйства. Растениеводство в закрытом грунте – один из трендов импортозамещения. И ситуацией надо пользоваться. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил Минсельхоз России за поддержку и эффективное сотрудничество. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. Организация безопасного пешеходного перехода, ремонт и строительство дороги, дальнейшее развитие сельского хозяйства в республике, открытие пришкольной группы дневного пребывания для малышей – эти и другие вопросы глава Чувашии обсудил с жителями и руководством Маргаушского района. Рабочая поездка началась с посещения Калай-Косинской школы. Учебное заведение к новому учебному году уже готово. С 1 сентября здесь будут обучаться 164 ребенка, причем 147 ежедневно будут приезжать на школьных автобусах из 19 населенных пунктов. Глава республики осмотрел учебные классы, столовую, спортивный зал, школьные музеи. В 2015-2016 годах на развитие инфраструктуры направлено 3 миллиона рублей. В школе создается безбарьерная среда, закуплен спортивный инвентарь, отремонтирован спортзал. Наша школа участвовала в двух проектах. Мы отремонтировали спортзал и отремонтировали внутренние туалеты для учащихся. За 30 лет существования вот этого здания, оно было построено в 1986 году, внутренние туалеты работали только один год. Спортзал было вложено 888 тысяч, но туалета было вложено 1 миллион 108 тысяч 900 рублей. Благодаря вот этим средствам мы полностью даже отремонтировали всю канализацию. Развитие промышленности в Маргаушском районе обсудили в ходе рабочей встречи Михаила Игнатьева с руководством муниципалитета. Ожидается, что индекс производства превысит прошлогодний показатель минимум на 6%. Общий объем собственных доходов составил 72,2 миллиона рублей. Это составляет 28% объема поступивших доходов. Главным инструментом проведения социальной финансовой инвестиционной политики района является исполнение бюджета. По итогам проведенной Миквиным Чуваши оценки за предыдущий год, Маргаушский район оказался в пятерке муниципальных образований республики с высоким качеством управления общественными финансами. Михаил Игнатьев отметил, что у Маргаушского района есть хороший потенциал для развития племенного и молочного животноводства, растения и водства. Накануне делегация Минсельхоза России специально изучала перспективное направление. Ведомство готово увеличить господдержку инновационных проектов. Вчера как раз совещание было у нас в республике с приглашением глав администрации, руководителей организации, с участием первого заместителя министра сельского хозяйства России. Мы обсудили, наши инициативы поддержаны. Обращая внимание, прежде всего руководителя сельского организации, крестьянско-фермерских хозяйств, надо смелее действовать. Понятно, есть проекты, которые реализованы, которые будут еще реализованы, но их не хватает. Нам надо больше делать, потому что Маргаушский район, это традиционно, не только занимался растениеводством, традиционно занимался животноводством, племенным животноводством, метой ядрю. Цены, цены благоприятные. Глава Чувашии подчеркнул, что правительство республики продолжит работу по созданию комфортных условий жизни населения. Средства будут направляться на развитие систем здравоохранения и образования, строительства спортивных объектов. Итоги социально-экономического развития обсудили сегодня и в Аликовском районе. С какими показателями муниципалитет завершил полугодие, расскажем в ближайшем выпуске программы «Республика». Просьбы педагогов взяли на контроль. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов и депутат Государственной думы Алена Аршинова встретились с учителями и воспитателями детских садов. Подробнее в следующем материале. Педагоги отмечают, что за последние годы условия их работы изменились в лучшую сторону. Детские сады и школы, оборудованные современной техникой, многие дошкольные учреждения уже на стадии проектирования, оснащают бассейнами, соляными шахтами и спортивными залами. Поэтапно удается решать и проблему с очередностью. Из федерального бюджета регионам на строительство садиков были выделены колоссальные средства. Только в Чувашии за последние пять лет было возведено и реконструировано 45 детских садов. В ближайшее время еще два новых садика будет построено в столице республики. 130 миллиардов рублей на садике дали. Вот они, вот. Мы в нем, в этом детском саду. Шикарный сад. И то же самое на школу. Не дали бы денег нам на школу. А ведь я вам помните, говорила, на 10 лет расчет этой программы, и 2,5 триллиона рублей должно быть. Триллионы рублей. Это только, только вот на оснащение вот именно инфраструктуры, инфраструктурными возможностями нашей страны по школьному образованию. Преподаватели интересовали вопросы финансирования внеурочной деятельности. Механизмы стимулирования учителей рассмотрят в ближайшее время. На воспитательную работу нужно уделять большое внимание, но одного зама недостаточно. Очень важно все-таки добиться, чтобы школы получали финансирование на внеурочную деятельность часы. У нас нет этих часов. Сами понимаете, от этого зависит эффективность и патриотическое воспитание, и результаты Олимпиад. Давайте, значит, на следующий год, вот, средства поэтапно. В этом году столько-то заложили на эти работы, что правонарно. На следующий год еще дополнительно дали средства. И посмотреть, вот это надо по принятию бюджета заранее, это надо заложить. Уже зимой будет сложнее, вот, на осень надо это поработать. С вашей стороны предложение, в плане того, что вот и другие директора здесь есть, как это правильно сделать. Вообще ситуация с оплатой труда педагогов в последнее время изменилась к лучшему. Вступил в силу указ президента, приравнивающий среднюю зарплату учителя к средней заработной плате по региону. Встречи с педагогическим сообществом продолжатся. По их итогам будут сформированы предложения председателю правительства страны Дмитрию Медведеву. Он всегда лично держит на контроле все образовательные проекты и содержание, то, что касается качества образования и то, что касается инфраструктуры. Вот, в первую очередь, конечно, он поддерживал педагогическое сообщество дошкольного образования с тем, чтобы подкрепить инфраструктурно, чтобы можно было работать в хороших условиях, чтобы это были новые детские сады. Сейчас наша задача, естественно, работать и с педагогическим сообществом, и школ, и учителями. Действительно, мир двигается вперед. Очень много предложений, которые касаются инновационной деятельности школ. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика. Живые уроки продолжаются. Администрация столицы Чувашии запустила проект детского промышленного туризма. Живые уроки на заводе – новое направление детского туризма. Теперь столичные школьники знакомятся не только с историей и географией родного края, но и с предприятиями города Чебоксары. Тракторные, агрегатные, электроаппаратные заводы, а также предприятия «Бреслер», «Аконт» и «Смак». Узнать все производство изнутри теперь может каждый школьник. В основном школьники, которые посещают данные предприятия, знакомятся не только с технологическими процессами, но и в первую очередь определяются для себя с теми факультетами высших учебных заведений, которые расположены у нас в Чувашии, и определяются с той профессией, которую они выберут. На сегодняшний момент более 50% выпускников наших школ выбрали Чувашский госуниверситет и педагогический университет, где они продолжают свою работу по данным направлениям. В основном это инженерно-технические факультеты, потому что на сегодняшний момент они являются остро востребованными как в стране, так и в нашей республике. Что такое электротехнический кластер, чем занимаются инженеры-электрики и как в столице Чуваши организовано производство релейной защиты и управление электротехническими сетями. Все это школьникам рассказали на примере предприятия «Бреслер». Наша продукция нужна, в принципе, для того, чтобы не возникало каких-то более серьезных происшествий, аварий, в тех случаях, когда какие-то стихийные действия, какие-то элементарные погодные условия, сильный ветер, дерево упало на воздушное линию электропередачи, произошел обрыв провода. При этом необходимо очень быстро и локализованно, и точно, без рейдов данных по предметам участка. Алгебра, геометрия и физика – любимые предметы Марии Плетневой. Девушка хочет стать программистом. И побывав на предприятии, она определилась не только с профессией, но и с вузом. Когда мы пришли, и сели только в зал, и было как-то немножко не по себе, потому что мы не знали, на что мы пришли вообще, что это. И постепенно с ходом экскурсии становилось все интереснее и интереснее. Теперь я точно знаю, что в нашем университете дают очень хорошее образование, которое ценится. И в будущем, надеюсь, что смогу работать во благо своему городу. Пока живые уроки на заводе – пилотный проект, но уже с сентября школьники смогут посещать инновационные производства в рамках учебного процесса. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Предупрежден, значит вооружен. С наступлением жары по Волге начали курсировать спасательные катера. В профилактический рейд с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа. В жаркую погоду чебоксарские пляжи притягивают горожан как магнит. Инспекторы ГИМС отмечают, несмотря на призывы, далеко не каждый соблюдает правила безопасности. Люди заходят в воду под шофе, оставляют своих детей без присмотра и заплывают за буйки. Часто у нас были случаи, когда разгоряченное тело, приходя прямо, человек приходит к водоему, скинул свою одежду и побежал, нырнул в воду. Не учитывая того, что вода все-таки в верхних слоях только комфортна для разгоряченного тела, а нижние слои поглубже уже вода прохладная. Итог получается, опять-таки, плачевный судорога мышц, остановка дыхания, сердца. И часто у нас получается, что нырнул и уже не выныривает. В этом году в водоемах республики утонуло более 50 человек. Чаще всего несчастные случаи происходят на диких пляжах. Но и в оборудованном по всем правилам месте на прошлой неделе произошло смертельное ЧП. Погибла 15-летняя девочка. Теперь спасатели переведены на усиленный режим работы. Каждый день инспекторы ГИМС отправляются в рейды. Круглые сутки на посту дежурят подготовленные матросы. Территория пляжа огорожена буйками. Есть место для отдыха, для купания маленьких детей. Специально огороженное место. В таких местах глубина составляет до 70 сантиметров. А вообще пляж подразумевает ограждение до 2 метров глубины. Во время рейдов инспекторы ГИМС проверяют и владельцев маломерных судов. Предъявится вам сроковой билетность? Да, конечно. Сейчас, минутечку. Все у меня есть. Спасательные средства. Все. Александрова есть тоже. Это в первую очередь, хоть весной готовить. Эти выходные для инспекторов ГИМС снова выдадутся жаркими. Ксеноптики обещают повышение температуры до 32 градусов. На пляжах будет многолюдно. Спасатели настоятельно рекомендуют постоянно помнить правила безопасности. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова